Здравствуйте, товарищи! С вами снова добрый реаниматолог, доктор Бам, Барсуков Александр Михайлович. И сегодня у нас практические занятия на тему, как правильно употреблять алкогольные напитки. Ну, раз существует правильное употребление, значит, видимо, есть и неправильное. И я попытаюсь вам сегодня доказать, что то, что у нас принято повсеместно, и как вообще в России пьют алкогольные напитки, относится как раз к неправильному варианту. В чем же неправильность употребления алкоголя? Когда мы выпиваем, как это происходит? Вот мы приходим, наливаем себе стопочку. Это водка царская. После этого произносим тост. Ну, какой тост может произнести доктор? Естественно, за здоровье. И выпиваем практически залпом. Как этот процесс описывается в медицинской литературе? Всасывание тела у спирта начинается уже в ротовой полости. Продолжается в желудке и тонком кишечнике. Причем в желудке примерно 80% всасывается, в тонком кишечнике 20%. Ну, я не знаю, как у вас, я когда к 80% прибавляю 20%, получается что-то около 100%. Поэтому можно сделать вывод, что в ротовой полости практически ничего не всасывается. Ну, наверное, да, при таком способе употребления так оно и есть. После этого следует следующая фраза. Всасывшийся с животка алкоголь проходит через печень и дальше распределяется по всем тканям организма. При этом в головном мозге накапливается в два раза больше, чем в других. Ну, да, согласен, наверное, так оно и есть. После этого алкоголь начинает крушить там все подряд. Ломая там мембраны, денатурируя белки, портя наследственность. Ну, дальше наступает время как бы прощаться с организмом. И дальше естественным путем алкоголь выделяется. Значит, каким образом? 10% в неизменном виде, как нам сообщают. То есть, через легкие, да, действительно, алкотестер как раз и определяет алкоголь в выдыхаемом воздухе. И с мочей. Да, все знают, что можно сдать анализ мочи, и там будут остаточные следы и телоэвосферти. Вот, а 90%, как нам говорят, разрушается в печени. Ну, в общем, да, согласен, так оно и есть. Что же здесь не так? Давайте сопоставим последнюю часть фразы и начало. Вот 90% разрушается в печени. И первая часть. Алкоголь проходит через печень и дальше распределяется по всем тканям организма. Дело в том, что печень – это не проходной двор. И вот просто так пройти ее невозможно. В печени есть фермент, да, он и разрушает 90% потом, или не потом. И что? Этиловый спирт подходит и говорит, о, я в организме. А ему говорят, нет, сейчас мы тебя разрушим. Он говорит, нет, ну что вы, я же первый раз, я еще вообще не только вошел, не успел еще ничего сделать. Ну, ладно, говорит, алкоголь и гидрогеназа, иди, вступай там. Но потом не забудь сюда вернуться. И дальше. Этиловый спирт куролесит, куролесит. Потом хлопает себя по лбу и говорит, о, у них печень на разрушение. При этом почему-то еще три ферментные системы тканевых, которые есть, и призваны разрушать этиловый спирт, почему-то на это смотрят совершенно спокойно. То есть они обнаружены, они исследованы. А вот то, что они что-то там разрушают, про это никто ничего не говорит. Ну и дальше. Как бы алкоголь идет, и все вроде бы так должно быть. Ну, понимаете, маленький нюанс. Для того, чтобы попасть из тканей в печень, нужно вначале выйти в кровь. И тогда в этой крови должен быть второй пик повышения концентрации тела в спирт. А его нету. Есть только первый при поступлении. Вот когда только начинает всасываться, есть пик. Потом концентрация выходит на ровный, как бы, уровень наплата. И после этого идет постепенное снижение. Если человек перестает петь, то где-то 0,2 промилле в час. Так эта скорость была замерена и доказана нашими учебниками. Что же здесь не так? Печень устроена таким образом, что для того, чтобы попасть в общий кровоток, этиловый спирт должен пройти через печеночные клетки. То есть буквально профильтроваться. Там сидят вот эти вот ферменты алкогольда и гидрогеназа. И она просто так пропустить этиловый спирт не может. А сколько же она не пускает? Ну, проводили следственный эксперимент, когда несколько здоровых мужчин, 50+, выпивали примерно за ужином по 300 мл водки с закуской там и так далее. И у каждого в крови после окончания этого ужина обнаруживалось по 1,5 промилле алкоголя. Что это такое в граммах? 1,5 промилле означает 1,5 мл чистого спирта на 1 литр крови. У человека 5 литров крови. 1,5 мл умножить на 5 будет 7,5. Но это величина динамическая. То есть она вначале возрастала, потом она снижалась. Если экстраполировать эту пиковую величину на весь процесс, то получается, что примерно через кровь прошло 4 объема алкоголя, которые там разово находятся. То есть 7,5 если умножить на 4, будет 30 мл. Выпито же было 120 мл чистого спирта. То, что содержится в 300 мл водки. Вопрос. А где остальное? Где 90? Так вот, эти 90 были уничтожены ферментом алкогольного гидрогеназа еще при первом прохождении. Этиловый спирт в кровь не попал. Но вместо этого, тут редкий случай, когда печень вместо того, чтобы обезвреживать яды, она из относительно безобидного продукта. Этиловый спирт делает монстра уксусного алдегида, который в 20 раз, а то и больше, токсичнее, чем сам этиловый спирт. Его разрушает второй фермент, ацетальдегид, дегидрогеназа. Но этот фермент работает медленнее, и он всего один в цепочке. Ему со всеми не справиться, поэтому достаточно много уксусного алдегида проходит в крови. И вот вместе они, этиловый спирт, уксусный алдегид, создают как раз ту самую картину, которую мы называем нашим естественным опьянением. То есть, та проблема, которая возникает у нас, связана с тем, что всасывание идет из желудка. Все то, что всасалось, проходит через печень, и 75% не доходит до своего адресата. Есть ли этому альтернатива? Есть. Всасывание через ртовую полость. Почему это альтернатива? Потому что то, что всасалось из ротовой полости, не проходит через печень. Там этиловый спирт, как попал в кровь, так он начинает циркулировать сразу по организму, поступая в головной мозг в чистом виде. И для того, чтобы вызвать состояние опьянения, его нужно совсем немного. Всем известно, ну, не всем, вернее, многим известна такая мулька, что когда товарищи попробовали пить водку наперстками, ну, обычными швейными наперстками, подряд наливают, выпил, наливают, выпил. Вот ни один человек не смог выпить одного стакана. Он был уже в хлам пьяный. Хотя это те люди, которые там три стакана запустят. Почему так? А потому что когда человек пьет маленькими порциями, или маленькими платками, контакт со слизистой ротовой полости значительно больше. И всасывание идет очень быстро. Под языком находится мощное ренозное сплетение. Ну, вот на этом основано, кстати, действие там таблеток нитроглицерина или валидола. Почему их под язык кладут? Именно для того, чтобы быстро наступил эффект. Потому что если валидол проглотить, допустим, то эффекта такого не будет. А под языком, он или там нитроглицерин, начнет действовать там минут через 20, а под языком действует через минуту. А вы обратили внимание, как в цивилизованных странах пьют коньяк или виски? Ну, допустим, коньяк. Вот коньячный бокал. Его наливают немножко коньяка. И пьют его, согревая ладони. Можно произносить тост, естественно. Но пьют его маленькими глоточками, смакуя содержимое, наслаждаясь его вкусом. Причем, естественно, чем лучше коньяк, тем богаче этот вкус и тем больше удовольствия получает тот человек, который его пьет. И это можно повторять подряд много раз. В этом случае большая часть всасывания идет через ртовую полость. То есть, значительно больше, чем при нашем традиционном способе употребления водки. Виски лучше всего пить из такого бокала, который называется тюльпан. Он позволяет наилучшим образом поймать букет. Именно таким бокалом пользуются дегустаторы хороших сортов виски. Для более дешевых сортов существует вот такой стакан, куда можно добавить лед, куда можно добавить колу и так далее. Хорошие виски пьются исключительно теплым. Никогда в него не добавляется ни лед, ничего другого. Естественно, его никогда не смешивают ни с колой, ни с чем другим. А пьется он точно так же, как коньяк. Главной проблемой употребления алкоголя, как известно, является уксусный ледегид. То есть, если бы его не было, или каким-то образом можно было бы его убрать, вот тогда все стало бы гораздо проще. Вот когда выступают наши корифеи, они говорят, ну, с уксусным ледегидом ничего поделать невозможно. Фермент, который его расщепляет, он один, он сколько может, столько и может, как бы, и никак мы на этот вопрос повлиять не можем. Поэтому там и средства от похмелья, они никакого эффекта практически не дают. Так это или не так? Я отвечаю авторитетно, не так, абсолютно не так. То есть, существует природное средство, которое связывает примерно 80% уксусного ледегида. И средство это называется лимон. Про это я уже снимал ролик, который назывался «Похмеление приговор». И это не теоретические измышления. Это результат практических наблюдений за нашим творческим коллективом, который сейчас пьет только таким образом. Значит, но к чему мы пришли? Что вместо того, чтобы просто нарезать лимон и употреблять его там после выпитых лимонов, после определенного промежутка времени, проще сделать лимонное пюре. И вот у меня здесь вот такая вот баночка. Значит, лимонное пюре делается следующим образом. И завершаем процесс нарезки. Косточки тщательно удаляем. Вот. И в результате вот такая баночка, которую можно чайную ложечку взяли. Закрыли, запили водичкой. И продолжаете пить дальше. Что это дает? Во-первых, это дает то, что вы свое состояние опьянения очищаете как бы от фонового отравления уксусным альдегидом. И получаете такое качество опьянения, которого вы никогда в жизни раньше не испытывали. Мне даже очень трудно описать его словами. То есть это когда ты не пьян, но тебе просто хорошо. То есть нигде ничего не давит, давление не повышается, лицо не краснеет, тебе не тошнит, тебя не клонит в сон. Просто ты поддерживаешь беседу, тебе весело, рассказываешь анекдоты и так далее. И все это только за счет того, что ты употребляешь вот эту ложечку лимона один раз в полчаса. Но уксусный альдегид образуется после первой рюмки уже. А похмелье у нас начинают лечить на утро. А почему его раньше нет? Потому что уксус, вернее, он маскируется наркозным действием и телового спирта. Понимаете, в чем дело? То есть мы при том способе, который выбрали у нас, национальном, мы имеем в первую очередь отравление только за счет того, что мы закидываем это все в желудок, это проходит через печень, превращается, три четверти из этого превращается в яд, травит наш организм. И теловый спирт это прикрывает, но потом, когда теловый спирт уходит, это происходит уже, когда вы легли спать и на утро, получите, пожалуйста, похмелье. Если употреблять лимон в течение всего вечера, я подчеркиваю, одна чайная ложка раз в полчаса, начиная с первой рюмки. И у вас не будет практически никакого похмелья. И опьянения не будет совсем другое. Многие люди говорят, ну хорошо, там коньяк и виски еще можно пить маленькими глоточками. Вот водка, ее же маленькими глоточками не выпьешь. Мало того, у нас принято ее охлаждать специально для того, чтобы она лучше проскакивала. И чтобы меньше было отрицательных эмоций, надо ее чуть ли не до ледяного состояния побыстрее забросить и тут же закусить огурчиком и так далее. Вот японцы, например, они же пьют саке исключительно теплую, из пиалочки, маленькими глоточками. Точно так же можно пить и водку. И вот, алью еще чуть-чуть покажу. Значит, вот водка. Ваше здоровье еще раз. Совершенно нормально идет. Это при том, что я сейчас практически не закусываю ничем. А когда вы сидите за столом, у вас есть возможность закусить. И водка та же. Она совершенно не вызывает никаких неприятных эмоций. Но если вдруг и вызывает, то я вам хочу рассказать одну очень интересную вещь. Это для тех, которые пьют только водку и ничего, кроме водки. Я знаю несколько человек, которым я предлагал этим воспользоваться. Они попробовали, сказали, и это сказочно. Значит, по молодости я увлекался коктейлями. Ну, увлекался не в том смысле, что я их очень много пил, а в том смысле, что я изучал на достаточно профессиональном уровне, как их нужно делать, особенности коктейльного производства. И самый простой коктейль, который может сделать любой человек, и при этом очень приятный, это смесь любого ликера, желательно цитрусового, с водкой в соотношении один к одному. Вот у меня есть, ну, так сказать, цитрусовый ликер, который сейчас совершенно доступен. Вот такой ликер Куантро. Значит, я беру рюмочку, наливаю половину этой рюмки в ликер. Дальше в этот ликер я наливаю водку. Что характерно, нужно делать именно так. Водку в ликер, а не наоборот. Это чистая химия. Если делать по-другому, они по-другому смешиваются. И вот в результате рождается такой напиток, в котором нет ни водки, ни ликера. Он просто очень приятный, достаточно легко употребляется. Но в то же время, как бы, для любителя водки, ну, я говорю, никто еще не отказался. И все произносили такую фразу, он настолько приятный продукт, что его можно пить, и совершенно не нужно закусывать. Еще раз. Наше общее здоровье. Действительно, это сказочно. К тому, что я вам уже успел рассказать, нужно добавить всего одну вещь. Это то, что за два часа до начала известного банкета нужно употребить примерно столько любого крепкого алкоголя. Выпили, закусили лимончиком там, или чем-нибудь другим. Запустили процесс в печени. И там самое главное даже не то, что запустится ваш алкоголь до гидрогеназы, и что вы будете там пьянить меньше. Как об этом рассказывают другие мои коллеги. Дело в том, что при этом запускается и раскручивается, ну, насколько может, и ацетальдегид до гидрогеназы. Поэтому, когда вы все это начнете сочетать с употреблением алкоголя маленькими глоточками, вот такими, да? То обтянение у вас будет комфортным, отравление минимальным. И вот эта вот первая фаза алкогольного наркоза, которая называется возбуждение, ну, или у специалистов она называется фазой эйфории, она будет раза в три дольше. А у многих из вас происходит следующее. Вместо того, чтобы наслаждаться приемом алкогольных напитков, человек вот за счет этих набрасываний, первый, там, второй, третий и так далее, он очень быстро эта фаза возбуждения проскакивает. И вторая фаза это угнетение того же самого. Ему уже ничего не интересно. Вот. И шутки там кажутся плоскими, появляется раздражительность, или наоборот, там, клонят в сон, теряется, естественно, контроль над собой. У некоторых там память начинает теряться, они вообще уже не помнят, что там, что происходило. То есть, сам способ употребления приводит к тому, что вы лишаете себя возможности получить удовольствие от употребления алкоголя. Оно на самом деле есть, и это удовольствие стоит того, чтобы его получать. Ради этого и пьют хорошие напитки. Вот вы понимаете, тысячи людей, даже там сотни тысяч людей вложили в производство этих напитков всю свою жизнь. Они хотели через них донести до вас свою любовь. И почувствовать это тепло можно только употребляя вот таким вот очень деликатным образом. Но наслаждаясь этими напитками, очень важно сделать так, чтобы вы не вредили своему здоровью. Так вот, я могу совершенно ответственно как доктор заявить, что если будет использовано вот эти вот три вещи, которые я назвал триада доктора Барсукова, а именно употребление сорока миллилитров за два часа до начала банкета, на банкете употребление алкоголя маленькими дозами, а именно в количестве не более пяти миллилитров, то есть чайная ложка на один глоток, удерживаемая во рту примерно пять секунд. Третье, употребление лимона раз в полчаса вы избавляетесь примерно от восьмидесяти-девяносто процентов всех проблем, которые может принести в вашу жизнь алкоголь. Конечно, то, о чем я говорю, не может уже, к сожалению, относиться к тем, у кого есть зависимость от алкоголя. Зависимость меньше не станет, потому что происходит уже необратимое изменение в головном мозге, изменяется мембранная структура, изменяется их чувствительность, изменяется рецептор, и употребление алкоголя в любом виде для тех людей противопоказано. Но если у вас еще есть возможность употреблять, не вредя своему здоровью, то вот это вот все позволяет делать это употребление максимально комфортным, получать удовольствие, наслаждаться жизнью, знакомиться с произведениями мирового виноделия и совершенно не думаю о том, что на завтра вы будете себя плохо чувствовать. Но кроме вот этой вот триады доктора Барсукова, о которой я вам рассказывал, есть еще одна вещь, о которой я рассказывал в третьем ролике про очищение от шлаков, и расскажу в следующем, поскольку меня попросили более подробно об этом рассказать, про дыхательные упражнения. Вообще дыхание это как бы отдельная вещь, но что она позволяет сделать в данной ситуации? Вот когда я, допустим, просыпаюсь в семь утра и чувствую, что похмелья нет, чувствую, что я еще как бы не сильно трезв, ну, то есть не до конца, то тогда вместо обычного цикла пятиминутного я делаю дыхательные упражнения подряд в течение получаса. И вот это позволяет за счет улучшения кровоснабжения печени, за счет улучшения обеспечения ее кислородом и так далее добиться ускорения процесса протрезвления примерно в два-три раза. То есть, если я в семь утра до половины восьмого делаю дыхательное упражнение, то в десять утра я абсолютно трезвый сажусь за руль в автомобиле. И я уверен абсолютно, что никакой алкотестер ничего никогда не обнаружен. То есть прекрасная координация, прекрасное состояние. Но о дыхательных упражнениях я расскажу и покажу, как их делать в следующем ролике. А сейчас я думаю, что все-таки практические занятия пойдут вам на пользу. И мне все-таки я понимаю, что та форма, которую я выбрал в начале в виде лекции, она несколько трудна для восприятия. И надо как бы обладать некоторыми навыками для того, чтобы обычные, даже короткие лекции слушать внимательно. Поэтому большая часть людей не смогла воспользоваться этими рекомендациями для того, чтобы спокойно пережить новогодние праздники. Но в конце концов эти новогодние праздники не последние, у нас впереди еще. Я думаю, будут другие. Если вы будете придерживаться этих советов, то у вас еще будет очень много новогодних праздников и других тоже. Так что я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Мне очень интересна обратная связь. То есть ваше мнение о том, что я рассказывал, ваши комментарии, возражения. Потому что если мы будем как-то спорить, то может быть и мне удастся вас в чем-то переубедить. Еще раз подчеркиваю, я вам рассказываю не теоретические измышления, что я где-то что-то прочитал или просто взял и считаю и вам рассказываю то, чего мы реально достигли в этой жизни. То есть то, как мы пьем нашим творческим коллективом. Кстати, совсем недавно мы встречались, когда я делал плов. Вот, кстати, о плове. Кулинария это одно из моих увлечений всей жизни. Я начал готовить с 8 лет и планирую вообще через какое-то время открыть кулинарный канал еще. Потому что у меня тоже есть чем поделиться. Так вот, когда мы собрались на плов в Питерон и так очень нехило попили и поели. Но вот эта баночка лимона ушла только так. Так вот, на утро все звонили и сказали мы так прекрасно себя еще никогда не чувствовали. То есть ни у кого не было даже намека на пахмелье. Очень надеюсь на то, что эти идеи найдут свое применение в ваших умах. Тем более, что для того, чтобы это сделать не надо там каких-то страшных усилий. Надо просто всего лишь один раз всякие попробовать. То есть не просто там думать о один сказал вот это, другой сказал вот это, кому верить непонятно и задав этот сакраментальный вопрос пойти дальше так ничего в своей жизни не меняет. Попробуйте. Я еще раз напоминаю. 40 миллилитров крепкого алкоголя за 2 часа до банкета. Ложечки лимона. Пить после произнесения тоста любой напиток маленькими глоточками. Вот такие. закусывать лимоном не рюмку выпитую или там глоток выпитый закусывать, а просто в промежутке раз в полчаса одну чайную ложку. Ну и если на утро вы еще не очень трезвы, хотя самочувствие я уверен у вас должно быть хорошее, то тогда можно в течение полчаса подряд делать те дыхательные упражнения, которые я подробно покажу как делать в следующем ролике. А рассказывал я уже об этом в том ролике, который касался очищения от шлаков. Ну, за всем прощаюсь, надеюсь, что и надолго. Так что здоровья всем, хорошего настроения, с вами был добрый реаниматолог доктор Бам, пока. пока. 're кроме